Разверзлись треском небеса Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если вы человек образованный, то называются области уже А регион есть, южный регион, восточный регион, западный регион, центральный регион Нет, нет, я вам поясню Регион это общее название для официально... Олег, меня зовут, а вас откуда вы? Я Николай, я Строитин, Терворадская область А, понятно На какие темы беседуете, может у вас вопросы интересные есть? Да какие вопросы, я же это... У нас в Украине нет умных людей, я не тупые Поэтому так же могу умные вопросы задавать Ну почему? Почему? Ты выглядишь неглупо, нормально Нет, только что разговаривал с русским То он такие говоришь, что тупые, как хлыли Чтобы платничек нет, шо вы там? Ну, шо, 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 нет У него свое мнение, у меня свое мнение А какое у вас мнение? Насчет войны в Украине или спецоперации? Ну, я не одобряю войну или спецоперацию, как вы называете Это нужно... Просто... Или ее нужно было решать бескровно в 14-м году Я вам продолжу мысль о том, что там, как вы говорите Как вы тупые, не тупые Есть ли среди украинского контингента весьма интеллектуальные люди Причем, допустим, в Харькове их намного больше, чем у вас Или там, что в Виннице Но, тем не менее, у вас есть Не, в Виннице все же очень много И в Киеве, как и во Львове, например, во Львове есть тоже очень много И в Ситетах там тоже очень много новых людей То есть тут сравнивать просто город, потому что это город, ну, ну, понятно Харьков, он сам по себе крупный город Естественно, там будет много новых людей А Виннице, ну, это же она даже не входит в тройку самых больших городов Первый Киев, второй Харьков, третий, там раньше был Мариуполь Сейчас, ну, это давно еще Мариуполь никогда не было Не, он считался как тяжелый, потому что там раньше Я тебе объясню, я тебе объясню За третий месяц коррект между собой по переменам Днепр и Одесса Ну, в последние годы, вот где-то до десятых, был Днепр впереди А до этого, где-то, вот, допустим, в 20 веке была Одесса впереди Третье место занимало Вот, а то есть сейчас по переменам Днепр и Одесса спорят Ну и какое-то время был Донецк, но он малое время был третий В основном Днепр и Одесса Ну, я понимаю, вот, то есть, а Мариуполь никогда не было Ну, он крупный город, как районный, безусловно Он самый крупный, не областной город, какой в Украине, знаешь? Я и говорю, потому что он был в Толстоке Какой город самый крупный, не областной в Украине? Самый не областной? Не областной, самый крупный? Ну, не мучишься, не мучишься, я думаю, ты знаешь Кривой Рог Нет, так Кривой Рог, раз и Кривой Рог А второе место, Мариуполь, из не областных городов Второе место в Украине занимало Мариуполь По величине, из не областных Вот, такая статистика А доход? Да, я же просто таким меньшинством увлекаюсь Я тогда начинаю учить хорошую географию Ну, как начинаю? Начинаю в Украине А сам в школе в каком классе? Я уже закончил школу, получается, первого числа Первого черния или как на российский июнь Я понимаю вашу мова в школе учила Ну, это, я просто говорю, что И на кого собираешься учиться? Ну, скорее всего, да Или электрик, сварщик, или Аптослесарь, это три варианта Но, скорее всего, выберу Аптослесаря Потому что это тоже не плохой вариант Очень такая работа тоже Ну, тоже нормально Потом в армию, потом пойду на электрик А потом можно нормально будет Урабатывать тут, учиться на электриках Две специальности Тоже, тоже нормально Да, электрик очень Постребованная работа Вот, а А если А если же про географию заговорили И про историю Украины Ну, если из городов современной Украины До 1915 года До 1915 года Какой был Самый крупный город в Украине? 1915? Вот в современной Украине Тогда еще не было Украины в 15м году Но Если брать современную Украину На момент 1915 года Какой был самый крупный город? Ну Скорее всего Тут Не скорее всего Я думаю Может Киев Даже не может А скорее всего Одесса В Одессе Там очень много было пересиденцев Одесса вообще занимала третье место в Российской империи По населению после Москвы и Питера До 1915 года Это удивительно, что Питер так разросся Питер наоборот Питер был первый в 15м году В Российской империи Сейчас, если брать территорию всю Российской империи Питер только второй после Москвы Ну или Россию брать А в 15м году Питер был первый Москва вторая Третье было Одесса Третье место занимало Я население просто плохо учил в школе Точнее Я и не успел подойти Из-за того, что началась война У нас же школа там на время отменилась Ну понятно Может и транспортную географию знаешь хорошо Украина Какой самый крупный железнодорожный узел в Украине? Самый крупный? Ну скорее всего Если не ошибаюсь Это в Одессе был Потому что Одесса вообще Одесса вообще не узел железнодорожный Это тупик Приходит от на вокзал Все Одесса главная Это тупик Это вообще не узел Я просто Раньше мы случились Что вообще еще и Карапионицкий был Ну как Первый град Или Савидоград Он с него начиналось Очень много Убил Насчет Сейчас я не знаю Карапионицкий слабый Ублекался Самый крупный узел Это Харьков Это вообще люди знают Он же второе место В бывшем СССР Ну это по загруженности сейчас никакой Сейчас война вообще поезда не ходит Только эвакуационной Узел определяется Количество магистральных направлений Как оно было Так оно осталось Просто они Они половину не работают Это другое дело Но сама крупность узла Определяется Количество магистральных направлений Которые сходятся в узел Вот первое место По всему бывшему СССР Занимает Москва А второе место Харьков Вот А за Харьковом идет Львов Там шесть магистральных направлений А потом идут районные города Крупные центры Из Украины Это Коломыя Копинск Синельниково И Жмеренко Вот четыре узла Четыре узла крупных Которые Города которых не являются областными Но они крупнее Киева В Киеве четыре магистральных направлений А там по пять Куканск Жмеренко Коломыя И что-то еще По-моему Синельниково Вот такие На данный момент На данный момент Самый большой узел Скорее всего в нашей области Потому что тут Со всей Украины Постоянно Именно к нам идут поезда Большой-небольшой узел Это бизнес То есть загруженность узла Если много поездов идет В данный момент Это текущая загруженность узла Она не говорит о том Крупный узел Или мелкий Вот Может быть мелкий узел А через него там Каждые пять минут Шарахат там Будет поезда Если в этом Кучечке Скажет три минуты Да Крупность определяется в другом Именно в географии Направлении Вот в чем крупность определяется Понятно Ну ладно Ты такой Смотри в географию Учи географию Ты У тебя есть интерес Но пока знания нет Но при наличии интереса будет знания У тебя есть Интерес У тебя есть У тебя есть А какие-нибудь ко мне еще вопросы Ладно А какие может быть вопросы Я вас очень редко задаю Я просто сижу Ладно Заходи на мой канал Я тебя выложу Это самое Ролик Ты интересный парень А за себя он был совсем не разговорник Паркафорский группа Мы сделаем украинским углом Начнем Пытаясь Да Да Украина Что Украинский группа Крым 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 Их, в общем-то, всех и назвали Русские, потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает? Ну, Ливская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не была еще? Ну, еще... Субтитры сделал DimaTorzok